Добро побеждает зло. Воспитательный момент и интересное времяпрепровождение. Все это обещает поставленный в Театре кукол новый спектакль «Госпожа Метелица». Премьера состоится 24 марта, а наша съемочная группа повывала на генеральной репетиции. Нина Калашникова узнала, каково работать с московским режиссером. Я фея. Вообще-то я очень молодая, в это трудно поверить, но я живу в доме, где творятся очень нехорошие вещи. Знакомьтесь, фрау Анна. Героиня постановки Мурманского театра кукол «Госпожа Метелица». Спектакль по мотивам сказки «Братьев Гримм». Он рассказывает о двух маленьких девочках с противоположными характерами. Одна лентяйка и ворчунья, вторая добрая и трудолюбивая. Их ждет масса приключений, ну и, конечно, как в любом сказочном произведении, поучительный конец. В этом спектакле мы в большей степени хотели обратить внимание на то, что бывает, когда в семье очень близкие друг к другу люди не находят общего языка. Нам очень хочется рассказать историю, сыграть ее, сыграть ее весело, посмешить наших зрителей. Но, опять-таки, повесить такой вопрос. Если брат и сестра, если две сестры не находят общего языка, если они живут как кошка с собакой, родные люди, что из этого может произойти? Влад Костин – московский режиссер-постановщик. Работал в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Дуде, в кино. У нас не впервые в 2012-м, будучи участником фестиваля «Стран-баренц-региона», посещал столицу Заполярья. Сегодня на время перебрался в Мурманск. Пока работает над новой постановкой. Для него самое ценное – это улыбки зрителей. Признается, с артистами театра «Кукол» работать комфортно. Особо я хотел бы сказать о том, что именно труппа Мурманского областного театра «Кукол» одна из сильных, одна из талантливых в нашей стране. Он создает конечную версию спектакля в процессе репетиции, фантазирует и дает возможность импровизировать актерам. В результате, немного отходя от известной истории братьев Гримм, рождается новое произведение искусства. Для меня важно, что Влад, конечно, человек очень вдумчивый, интеллигентный, кропотливо разбирающий психологию, психологию персонажей, героев. Очень любит в этом всем ковыряться, очень так настойчиво. И это очень интересно, потому что ты открываешь героя глубже и глубже, и ищешь пути выражения, как донести эту мысль, эти хитрые-хитрые внутренние процессы, как вынести их наружу, чтобы они стали очевидными, зримыми для маленького зрителя. Практика приглашать специалистов из других городов хорошо зарекомендовала себя в кукольном театре. Руководство видит в этом, прежде всего, возможность разнообразить репертуар. Всегда приятно работать с новым режиссером, потому что и он присматривается к тебе с новыми артистами, и тебе, как артисту, интересно работать. Обмен опытом, прежде всего, взаимный. Декорации куклы изготовлены по эскизам жены режиссера. Она выступила в роли художника. Спектакль готовился два месяца. Премьера госпожи Метелицы состоится 24 марта, накануне Всемирного дня театра.